я хотел вам сказать что вы очень любознательны и как бы вот стремитесь к знаниям честно говоря я бы не досидел до этого момента и я очень переживал что вы тоже не досидите но я удивлен вы досидели это замечательно я в долгу перед вами понимаете да и у меня есть примерно 30-40 минут для того чтобы этот долг вам вернуть и для чего я стрип буду стремиться это делать есть два варианта развития событий вариант номер один все заканчивается и вы уходите отсюда со словами но не ахти не ахти и идете всем рассказываете что было не ахти есть второй вариант развития событий вам понравилось то как я вернул вам долг вы уходите отсюда и говорите было клёво вот эта разница между не ахти и клёво в принципе заставляет нас делать что-то в жизни ну конечно не только это заставляет нас делать что-то в жизни но это заставляет нас делать в жизни многие вещи и вот сегодня мы с вами поговорим об этом самом правиле взаимного обмена но чтобы было как-то немножко интересно мы притащили титульную выставку вывеску лайк за лайк сейчас это модно лайкать я не буду сегодня много разговаривать про соцсети уж тем более не расскажу вам про то как надо вести паблики в инстаграме простите сегодня мы с вами будем говорить о психологии знаете я очень был расстроен тем что когда-то защитился и стал кандидатом педагогических наук это мне как будто бы закрывало возможность говорить о психологии но есть одна классная штука есть одна замечательная вещь если ты там что-то накосячил в рассказе про психологию ты всегда можешь сказать ничего страшного я же кандидат педагогических наук и все как бы хорошо и все замечательно но специальность моя по которой я заканчивал институт и выпускался все же психолог поэтому поэтому вот так два тезиса которые я хочу в начале нашего нашей беседы озвучить первый тезис философа владимира соловьева человек существо социальное так оно и есть безусловно второе озвучил аристотель задолго до соловьева судя по всему человек общественное животное и если я вас прошу какое из высказываний вам больше нравится то скорее всего вы скажете что нравится нам в общем второе но примеряя на себя мы скажем что второе как-то этот перебор поэтому наверное все же первое на самом деле сегодня мне придется коснуться того что аристотель в общем то был прав и человек действительно в каком-то смысле общественное животное ты животное да вообще говоря вот объяснить поведение человека объяснить как он устроен как он себя ведет почему он так себя ведет это такая задача задача психологии и и 20 век просто вот целиком и полностью ученые психология появившаяся как наука в 1872 году как экспериментальная наука 20 век нам дал огромное количество течений направлений теории изучения вот некоторые теории личности представлены здесь на слайде ну очень бегло пробежимся просто так тезисно вспомним и скажем да нет людей не знающих зигмунда фрейда и его замечательной теории бессознательного и и в общем зигмунд фрейд наверное не без причины ну как наверное все теории представлены здесь имеют под собой обоснование теория зигмунда фрейда теория о том что нами руководят инстинкты и бессознательные нами руководит с вами стремление инстинкт любви эрос и стремление к смерти тонатас движемся дальше оппоненты оппоненты фрейда те люди которые представляют собой костяк гуманистической теории говорят что ты фрейд ты совсем сбрендил сошел с ума человек это тот кто стремится к совершенству это тот кто стремится к развитию если вы вспомните пирамиду потребности абрахама масла именно потребность самореализации это верхушка пирамиды потребности абрахама масла здорово готовится к выступлению что-то узнаешь для себя сам я вот заново открыл для себя теорию китела прекрасная теория сейчас меня на мне ближе всех что там кител он придумал там теория черт человеческая личность он 16 пар черт черты амбивалентные для нас сегодня будет значима такая черта на одном сейчас не забыть на одном краю отзывчивость а на другом отчужденность вот такая прям про социальная черта как вы выбираете для себя что для вас отзывчивость отчужденность ну такая мне кажется весьма значима для социальной психологии черта теория черт дальше поведенческая теория скиннера и бандуры а там еще есть несколько авторов мы в следующем слайде к ней вернемся аналитическая теория карла юнга бессознательная тоже но как бы у юнга архетипы которые приходят к нам от родителей там у него общественное бессознательное такого плана о чем говорит юнг что вот что мы почерпнули мы с рождением уже что-то в себе несем алексей николаевич леонтьев теория деятельности основанная на марксистских в чем-то постулатах человек есть то чем он занимается что он делает это и есть его личность он в этом а предмечивается и проявляется все теории как я сегодня сказал не будут противоречить тому о чем буду говорить я но для нас сегодня значимо обратить внимание все же больше на поведенческую теорию поведенческая теория вот такая вот нашем от выражений два направления там было направление номер один рефлекторная направление номер 2 социальная рефлектор она это вообще жесть ну это прям как двойка и пятерка двойка и пятерка в школе это абсолютно вот рефлекторное как бы направление обучения то есть мы можем формировать что мы хотим от ребенка что мы хотим от личности мы можем воспитывать ставим двойки просто за то что нам не нравится и потихоньку двигаем человека к тому чтобы он делал то нам нравится за это мы ставим пятерки и все мы говорим ничего в человеке не было при рождении вот мы его сейчас возьмем и создадим двойками и пятерками но это утрированно конечно про школу это просто иллюстрация не нужно сейчас выносить какие-то такие глубокие мысли из того что я говорю просто суть и первое направление рефлекторная слюноотделительный рефлекс у собаки ничем не отличается от того что эмоции человека можно точно таким же образом воспитывать продуцировать хотите мы бандита создадим хотите мы создадим хорошего человека это в наших руках отдадим там не знаю в какой-нибудь там церковь он будет одним отдадим в другой социум он будет другой к счастью социальное направление в рамках поведенческой теории хотя бы немножко это все развеяло и сказала что ребят все так но есть замечательно в человеке такое качество саморегуляция то есть он что-то может сам исходя из некоторых внутренних соображений коррелировать да он может оказаться в плохом социуме но все же каким-то образом сдерживать мы те ставим двойку а он дальше продолжает делать то я также двойку еще раз продолжает делать также двойку еще раз позади не учится совсем но не хочет он учиться да то есть как бы не вбирает себя а он сигарет самая эффективность но придумал до самая эффективность и идет своим путем молодец но такая вот поведенческая теория но упрощенно безусловно и вот он современный мир про современный мир вам рассказывать не надо я какие-то слова сюда вынес на слайд вы сейчас видите читаете прочитаю только вот это вот никогда незачем не успел не знал не понял почему не пришли на лекцию сегодня я не знал а а почему вы не знали я не знал а я забыл вот сейчас у нас люди которые хоть немножечко себя уважают или хотя бы как-то социально продвинулись вперед с точки зрения своей там профессии работы они очень заняты и жутко заняты люди которым ты говоришь слушайте а вот вот это вот как они говорят не знаю а а как бы встретиться с тобой он говорит а давай на следующей недельки в четверг и я в этот момент думаю го господи ничего себе это я по сравнению с этим человеком где вообще по эволюции я понимаю что очень далеко мало того что я не знаю доживу ли я до следующего четверга у меня как бы есть по этому поводу некоторые сомнения да второе я реально не планирую никак ничего на следующий четверг ну ну не планирую просто если допустим я не должен был куда-то там уехать улететь или еще чего-то или следующий четверг не должен был наступить новый год то я обычный четверг на этой неделе на ту ну как бы я не планирую и он мне говорит давай следующий четверг и тут возникает следующий вопрос а как вот слышите нам с тобой когда надо списаться в следующую среду это ты себе напоминание поставишь или я себе напоминание поставлю или может ты прекратишь заниматься ерундой и мы просто сейчас встретимся быстро решим вопрос и дальше пойдем нет это будет как бы не камильфо поэтому давай может быть на следующей неделе в четверг или тогда через две недели в пятницу современный мир все быстро много информации на что-то откликнулся на что-то нет а очень просто значит не заинтересовала не заинтересовала поэтому на следующей неделе в четверг заинтересовала давай сейчас последний остался уже бегу я как раз рядом был давай встретимся я у рома спросил значки остались нет значки не остались понимаете это понятно что вы мне оставили один значок этот несчастный дурацкий значок друзья мир и все что с нами происходит по моим ощущениям до какой-то майка будто этот светоч какой-то не размышляющая податливость то есть нет времени долго принимать решение решение нужно принимать быстро на основании чего ну вот у нас есть какие-то какой-то опыт положительный женщина мне в этом смысле особенно нравится у них интуиция это я интуитивно решаю раз вот это берем у мужчин интуиции как бы нет мужчина он аналитик по сути своей он должен как-то поразмышлять то есть он там размышляет как так 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 какой сегодня день недели тараля и как решение по мужчинам сложнее в этом смысле женщинам легче и вот у нас это не размышляющая податливость и и много но и объективно много потому что по-другому просто нельзя и этой не размышляющей податливости просить можно пользоваться просто нужно нащупать то место эту точку пока на которой мы среагируем туда или сюда пожалуйста сейчас я адресую вас к работе роберта челди не работа довольно известная психология влияния и там огромное количество примеров того мы вообще самые замечательные слова до которые произносит я вынес в цитату теперь я же свободно могу признаться в том что всю жизнь меня одурачивают да это когда у нас политик или там какой-то служащий выходит на пенсию он может уже всю правду говорить у меня такое ощущение что челди не когда написал там уже был будучи пенсионером так теперь я могу признаться меня все время одурачивали до этого нельзя было признаваться что тебя все время одурачивали а теперь можно опыт с индюшкой почему про животных почему про поведенческую теорию почему можно сравнить животное с человеком с индюшкой была такая история значит вот никто fox проводил значит исследование индюшка характеризуется тем как собственно говоря и многие другие животные что очень заботливо подходят как оберегают своих детенышей самый большой враг индюшки харек и вот как только значит индюшка харька видит она естественно как бы закрывает своих детей в харька чучело харька вживляли микрофон микрофон издавал индюшачий как маленький индюшата издавал звук чип 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 индюшка реагировала на чучело харька издающего этот звук также как на своего ребенка то есть подгребала его под себя и защищала как только звук выключали она видишь что это там чучело харька начинала значит его выпихивать отпихивать защищаться то есть чип 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 вот этот звук вызывал у нее состояние но вот включал в ней целый комплекс до каких-то состояний животное казалось бы ну ладно животное а что с человеком на с человеком все плюс-минус то же самое замечательное исследование элен лангер и чип чип данном случае словосочетание или слова потому что вот пожалуйста статистика очень интересная потому что 93 процента согласия первый вариант значит там была такая ситуация человек стоял в очереди за копировальной машине он подходил к очереди люди стоят копировальной машине и говорил вариант номер один простите у меня пять страниц могу ли я воспользоваться к серексом потому что я спешу 94 процента людей говорили да без проблем пожалуйста проходите но вы же спешите пожалуйста вперед думалось ну что в чем же в чем фишка до объяснил до причину потому что я спешу хорошо был второй вариант простите у меня пять страниц могу воспользоваться к серексом без очереди 64 процент резко упал чем же причина сформулировали следующую фразу простите у меня пять страниц могу воспользоваться к серексом потому что мне надо сделать несколько копий концовка разные обратите внимание первое и третье то есть потому что мне надо да и никакого объяснения спешит он не спешит просто мне надо сделать потому что мне надо сделать класс на проходи делает тебе же надо ты же потому что сказал и все то есть потому что включала в людях состояние того что а давайте пропустим человека потому что ну потому что давайте чем мы отличаемся от животных данном случае на мой взгляд особенно ничем плохо видно здесь сожалению красная плашка не совсем я тут правильно сделал две вещи еще два исследования честно говоря про исследование бы ничего не рассказывал но тут же лекторий как бы научный поэтому приходится рассказывать про научные исследования но я так понял что так надо да на самом деле немножко по-другому бы рассказывал но рассказываю как есть риган его исследование пожалуй почти последнее как бы исследование которое процитирую там был никто джо некто джо распространял лотерейные билеты он подходил к людям и говорил купите у меня лотерейные билеты значит какие-то люди брали какие-то люди не брали тех которые брали значит и у тех которые не брали их просили спрашивали потом анкетировали вам jo понравился они отвечали там среди тех кому джо понравился было больше купивших понятно да понравился джо поэтому я купила не понравился джо купил купила у него меньше но связь простая симпатичен человек я чего-то у него беру не симпатичен человек я не беру поэтому на работу всегда хорошо трудоустраиваются симпатичные люди особенности девушки в особенности в магазина ну и так далее тому подобное вторая вещь которая была джо перед тем как предложить купить у него билеты предлагал собственно говоря не гала просто там вот давал вот coca-cola возьмите у меня возьмите coca-cola это бесплатная coca-cola вот вам coca-cola и потом следом бабах не купите ли пару лутерейных билетов у нас так проводники делают иногда у них там это постоянные подстаканники единственно они coca-cola не раздает если бы они coca-cola раздавали то у них подстаканники брали бы больше но они как бы не не раздают они еще не знакомы с исследованиями в ржд самое интересное было что симпатия важна практически не важно если ты в долгу то есть если ты в долгу у тебя желание откупиться но вернуть долг привуалирует неважно симпатичный человек не симпатичен ты купишь все это называется щелк сжужала щелк сжужала ровно по той же модели которые мы говорили про индюшат ровно то же самое и здесь ну и как потому что так и вот она кока-кола возвращать 10 процентов разума в наше время ну и как бы и вообще сознательная часть 90 процентов бессознательного я вот тут стрелку сделал чувство долга чувство долга то есть можно вызвать у человека чувство долга ощущение того что он должен и он будет тебе это возвращать как но надо просто сделать что-то для него дать ему что-то но это в общем то не сложно потому что мы же в социуме тут вокруг люди нас всегда можно что-то дать а можно не давать а можно дать и получить обратно можно спровоцировать человека точно так же как провоцировали звучанием микрофона индюшку просто так друзья просто так там верху написано а теперь ты мой должник но как бы здесь важно понимать никто это не говорит никогда и никто не ходит такое не говорит я тебе это даю чтобы ты всегда был моим должником чушь нет просто так да и когда потом отдашь когда захочешь отдашь и как бы так все хорошо а человек ходит париться блин надо же отдать надо же когда-то отдать люди охотнее что-то делал для вас если вы им нравитесь люди еще более охотно делают что-то для вас когда они вам это должны вот это основное о том основное что мне хочется сейчас сказать а теперь примеры примеров огромное количество значит да вот видите вы улыбаетесь я спровоцировал но смысле не я код код спровоцировал чеширский сегодня сюда приехал не один со мной кристина приехала кристина где-то здесь сидит где-то прячется вот вижу почему она приехала сегодня со мной точно говорит там у тебя лекция ты не подберешь меня около дом для дома странно мне как бы другой маршрут ну вот как бы другой мне ехать другим маршрутом ну блин неделю назад я попросил кристину оказать мне некоторую услугу мне нужен был букет цветов и она ее оказала и я не мог не отказать понимаете ну что сложно проехать вот там вот и забрать человека нет не сложно я искала кристина я не могу тебе отказать поэтому я тебя заберу все вот так мы живем но прежде чем мы будем говорить про правила обмена и примеры которые я уже как бы начал приводить я все же а симпатии чуть-чуть скажу а симпатия не могу сказать потому что это тоже важно симпатия в принципе в чем-то похоже на правило обмена можно совершенно спокойно сделать так чтобы человек чтобы человек начал вам симпатизировать это не есть какая-то такая штука из серии ох ну не случилось или о мне симпатизирует поэтому кайф ну надо работать над собой на самом деле да и все будет нормально просто пять каких-то вещей тут дэйл корнеги вынесен александр понасюк и дэйл корнеги александр понасюк это какая-то борода большая да но особенно дэйл корнеги это родители мои читали дэйла корнеги но я как-то застал у нас книжки дома стояли в общем я взял дэйла корнеги и почитал ну а там про друзей про влияние на людей и в общем там совершенно разумные вещи написано в принципе которые сейчас вытянуты в какие-то там учебные пособия грамотные там книжка тысячи рублей стоит тому год супер супер открытие какое-то александр понасюк тоже какой-то бородатый год 2002 но тем не менее абсолютно понятные вещи которые там описаны симпатия обращение человеку по имени до мелочь но самая приятная мелодия для звучания для наших ушей есть два варианта полин а есть вода полин ты молодец да вот а есть другой вариант девушка подвиньтесь и эффективность того чего вы добьетесь при варианте называния человека по имени и эффективность того что вы добьетесь при варианте девушка подвиньтесь она колоссально разная комплимент или приятные слова я не знаю уловили вы или нет но начал я примерно с того что вы вы молодцы, что вы любознательные люди, а я бы не досидел, я бы реально не досидел. Но есть тут один тонкий момент. Если вы говорите человеку приятные слова, не акцентируйте на этом внимании, иначе вы будете… А все так делают. Все такие говорят, о, ты красивая, и молчат. Ну и так говорят, ты красивая. А человек такой думает, о, что же делать, как бы, и такой говорит, что я должен тебе ответить, как мне себя вести теперь. Не знаю, я тебе не подскажу, я буду на тебя смотреть, ты красивая. Он такой, спасибо. А еще лучше это вариант, ты сегодня такая красивая, это вообще просто… Она такая, вчера, когда, позавчера. И самый лучший вариант такой, что он от меня хочет? Почему он сейчас мне это говорит? Что он хочет от меня? Что случилось? Не акцентируйте внимание на словах приятных, которые вы говорите в адрес человека, двигайтесь дальше. Сказали, что вы любознательные, да никто не понял, ничего не обратил внимания, и дальше пошли. Но это сознание ничего не уловило. А бессознательное, которое у 90%, там все в порядке. Там все осело на выходе. А вам понравился человек, который сейчас перед вами выступал? Да. А почему? А я не знаю. Ну правильно, вы не знаете, потому что вы об этом не думали, и не надо об этом думать. Поддержать разговор на тему. Если вы чувствуете, что человеку интересна тема, это его тема, она ему близка, поддержите с ним разговор на эту тему. Я когда-то улучшил свои жилищные условия в общежитии, мы двоем жили, все жили по трое, а мы двоем. Почему? Потому что у коменданта общежития вот так на подоконнике стояли кактусы. И мы зашли с ней разговаривать, как бы, а там кактусы стоят. Мы начали говорить с ней про кактусы. 30 минут про кактусы. И потом она говорит, ну ладно, ребят, есть одно местечко, вот здесь вот можете жить, там, похоже, парень не приедет. Все. Что случилось? Что случилось, это такой вопрос из серии того, что вы внимательно спрашиваете человека, ну, интересуетесь его состояние. Что случилось? И он вам рассказывает, наверное, что у него случилось. Это тоже внимание к человеку, это тоже возможность сформировать у человека какую-то аттракцию по отношению к себе. Последнее, самое козырное, это найти сходство. Вот это вообще просто, ну, лучшее, это уровень бог. Найти сходство. Мы с тобой одной крови, ты и я. Это Маугли, надо было смотреть, да, чтобы это понимать. В чем тут нюанс? Значит, вы разговариваете с человеком параллельно, ну, что-то слышите о том, что он говорит, что-то там фиксируете, и у вас пролетают какие-то параллельки, вы думаете, о, о, да, феномен землячества. Ну, все, все двери открывают, да. Вот я вам могу сказать, и АТ здесь не просто так написано, и АТ. У нас в администрацию легче устроиться, если ты и АТ закончил. Объяснить? Нет. Знаете? Вы можете, на самом деле, больше улыбаться и не стесняться, и больше даже как-то реагировать, мне будет легче. Очень сложно говорить в аудиторию, которая, ну, как бы такая сидит, ну, на научной же лектории, правильно? То есть, как бы, ну, слушаем, что? Все правильно, вы себя ведете согласно роли, которая должна быть. Вы молодцы, ну, можете на 10 минут расслабиться и вообще-то спокойно себя вести. Шапша закончила АТ. Да? Поэтому вы приходите на собеседование какое-то. Ну, у вас с Шапшой, наверное, не будет собеседования. Ну, наверное. Может, будет. Я просто имел в виду не то, что там есть этот же персональщик, там какие-то еще вещи. Ну, ладно, не суть. И вы так брасы-пробрасываете, а я АТ закончил. АТ? Какой факультет? А если у вас еще факультет совпал? Вообще класс. Вот это вообще класс. И АТ. И АТ Овен. Овен, близнецы, весы, девы, стрелец. Не дай бог у вас там совпало, да? Это все. Это вы можете, это кармически так случилось. А ты кто по знаку зодиака? А он говорит, я дева. Дева? Все. Можете спокойно сотрудничать с этим человеком, потому что, ну, я тоже дева. Ого! Понеслась. Спартак. Да? Спартак тоже хорошо. Ну, и ЦСКА хорошо, и Зенит. Главное, чтобы совпало. Ну, то есть вы находите просто точки соприкновения и показываете, что, дружище, да все хорошо, мы с тобой вообще прям как бы на одной волне. Лада Прирора. Прекрасно. Вот. Ничего здесь сложного нет, просто эти вещи, по которым мы с вами близки, их очень много. Это вопрос просто какого-то внимания. Внимание, внимательность или еще чего-то. На мой взгляд, формирование симпатии близко к тому, чтобы что-то отдавать. Просто если мы что-то материальное отдаем, это одно. Если мы что-то отдаем такое ментальное, ну, потрудились мы, запомнили, прочитали, вытащили, это другое, но в целом одно и то же. Баланс. Мы не хотим быть должниками, но и в то же время мы не хотим, чтобы нам были должны. Я написал тебе 12 сообщений, ты мне только 2. Где деньги, Зин? Ну, как бы это вообще несправедливо. То есть я тут бьюсь, я тут стараюсь как-то. Ну, любовь и отношения, это же вклад. Ну, вы знаете, да? Это постоянно работа над собой. И вот я стараюсь, я бьюсь, я пишу эти дурацкие 12 сообщений. 2. Ну, там, тр-р-р-р, да. Т-р-р-р, нет. Где? Где остальное? Баланс нарушен. Мы не любим, чтобы баланс был нарушен, но как бы это неправильно, это нехорошо. Поэтому нужно делать так, чтобы был баланс. Мы себе не враги. Почему мы себе не враги? Мы не любим дискомфорт, связанный с тем, что о нас подумают нехорошо. Ну вот, бедный молодой человек, который ответил всего двумя сообщениями, про него нехорошо думают как минимум несколько подруг вот этой барышни. Ну, правда, тебе что, трудно что ли? Ну, напиши ты что-нибудь. Ты хоть одно стихотворение написал за всю жизнь? Мы не хотим, чтобы как бы так было, чтобы о нас думали нехорошо. Поэтому вернуть долг, это на самом деле очень простой как бы такой путь к тому, чтобы тебе все думали хорошо. Ну, сидят бабушки, обсуждают. А зачем нам это надо? Мы этого боимся. Ну, как бы нам это не нравится. День рождения. День рождения – это когда тебя поздравляют, и ты такой думаешь, блин, вспомнили, придется, как бы не забыть, что у него тоже день рождения. А когда у него? А у него, а когда точно-то? И вот ты такой думаешь, что тебе тоже надо человека поздравить с днем рождения. А в эпоху соцсетей думать не надо. Тут тебе постоянно просто вваливают. Сегодня день рождения, у такого-то, такого-то. И ты такой молодец, думаешь, ну, что я тут как бы тебе контакт подсказал, да? В контакте не резон поздравлять, такой взял, позвонил. Ну, как будто ты сам вспомнил. Ну, привет, у тебя день рождения же сегодня, да? А что, контакт нет? Ну, не вариант. Ну, вдруг там неправильно написано. Поздравил человека с днем рождения. И вот у нас там есть такие варианты. Поздравляю. Спасибо. С днем рождения. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. С днем рождения. Спасибо большое. Поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и любви. Спасибо большое. А бывает там побольше. Ну, как бы человек постарался, что-то написал тебе. Ты такой думаешь, ну, спасибо большое, здесь не катит. Ты такой там побольше слов, да? Есть некое равновесие. Ну, это на самом деле так, это правда. Ты не можешь ответить там спасибо, ну, на короткое и спасибо на реально душевное какое-то, да, поздравление. Ты отвечаешь нормально. Бедный человек, ну, который, допустим, социально такой продвинутый, у него много контактов, много знакомств, он весь день сидит и пишет спасибо. Ну, как бы, или он просто выключает телефон, потому что, ну, достало. Не, он очень рад реально, что про него помнят, что у него день рождения и все такое, но это какой-то прям трудодень. Ей-богу. А почему? А потому что нельзя не ответить. Нельзя не ответить на поздравление. Это ты невежлив. Ты плохой, ты как так, ничего себе. Экзамен для меня всегда праздник, профессор. А все же, да, сдавали экзамены. Помните ситуацию, когда все деньги сдают на букет, а дарят староста? Староста никто не любит на самом деле. Знаете почему? Потому что все деньги сдают на букет, а дарят староста. А все же как бы понимают, что староста и так пятерку получит. Ну, на чем ей дарить букет? Давай лучше я подарю, и как бы у меня хотя бы трояк будет. А зачем ты подаришь, ты и так на пять знаешь? Ну, как бы староста. А кто-то вон приходит и говорит, у меня свой букет, я не буду с вами сдавать. Мне доводилось попреподавать, я вам скажу. Букет это полбала. Ну, как бы вообще без вопросов. Это полбала к оценке. Сейчас кто преподавал, преподает, скажет, чушь. Говорите. Говорите чушь. Не говорят, стесняются. Не, ну реально чушь. Правда. Я возьму принципиальную позицию, слушайте, можешь свой веник забрать и иди отсюда. На что ты рассчитывал? Учить надо, учить. Это тебе что? Все мы учили, и ты будешь учить. С цветами он пришел. Ты бы еще с коньяком пришел. А что, не надо? Подумай сам. Вот этот вот букет цветов, это некий взнос. А на него как-то надо ответить. Не, ну хотя бы сказать там, молодец, слушай, но хороший ты способ нашел, да, сдачи экзамена. Любимая моя тема. Вот день рождения, экзамен, свадьба. Свадьба – это тест на экономическую состоятельность для пары. Почему? Потому что свадьбы нынче не дешевые. И, ну как бы если ты сможешь сыграть нормальную свадьбу и отбить ее, то все у вас будет хорошо. Если как бы не сможешь, ну может быть и даже начинать не надо. Ну я так думаю. Вот. Что там со свадьбами? Ну я не буду рассказывать, какие там расходные части есть. Я так немножко знаю, со стороны, чуть-чуть. Кого приглашают, кого нет. То есть у них задача, надо как бы компенсировать. За счет кого компенсировать? Ну родители что-то дали. А еще? Ну там еще 200 тысяч надо как-то. Ха-ха, приглашаем гостей. Итак, кого приглашаем? Ну кого приглашаем? Вот этих приглашаем, вот этих приглашаем. А вот этого? Давай не будем. А этого? Ну тоже, наверное, не надо. Слушай, а у тебя бывший же там банкир. Может его? Понятно, да? Ну никто не признается, естественно. Но там есть зацепка, там словить неплохую как бы плюшку. Мало ли что было раньше? Ну как бы мало ли что. Дальше очень интересная игра. Это мне нравится. Тамада спрашивает там у пары. А в открытую будем играть или в закрытую? Ну как бы подарки будем дарить в открытую или в закрытую? Ну там пара выбирает. Ну до. То есть если в закрытую, то вот тебе скоб подарков, разбирайся. Если в открытую, то все такие выходят, говорят, вот мы вам дарим там, трам-пам-пам, и что-то дарят. Есть две категории дарящих. Первая категория дарящих. У них клевый подарок. Они его подарят, еще подпишут. От кого? Ну от дяди Володи, тети Маши, любимым там, трам-пам-пам-пам. Ну клевый подарок. Надо понимать, чтобы понимали люди, что это от вас. Есть люди, у которых не клевый подарок, ну как бы просто какой-то подарок, ну какая-то сумма, и им не резон писать, что это от них. И они такие просто в конверт положили, и такие, ну как бы не заметят. Ну мало ли от кого. Ну невеста там сидит не просто так, а она уже жена, к тому моменту, и она уже фиксирует, кто от кого и что. И дальше есть такой феномен, первая брачная ночь. И все думают, о, первая брачная ночь, это первая брачная ночь. Нет, там гора подарков, надо разобраться, кто что подарил. И они такие сидят и разбираются. Ну я могу объяснить смысл, да, почему это надо делать. Потому что, может быть, вы завтра вообще улетаете куда-то по путевке. А может быть, вы вообще уже живете в другом месте. Всяко может быть, но самое главное, вам завтра со всеми этими людьми не встречаться. Вам как-то с ними надо общаться. Как понять, с кем как? Надо посмотреть, кто что подарил. На второй день рядом с молодоженами находятся совсем другие люди, чем в первой. Находятся дядя Володя и тетя Оля. Ну потому что там такой подарок, что как бы нужно как-то их поближе. Шучу, друзья, но правило взаимного обмена здесь реально работает. Как бы его проявления бывают всякие-всякие разные. И смешные, и забавные, и дурные. Но в действительности никуда от этого не деться. Конечно, я утрирую. Анатолий Ефимович Шатухин. Единственный человек, которого нельзя заподозрить в том, в Обнинске, что он делает субботники для чего-то. Ну он просто их много делает. Как не посмотришь какую-нибудь фотографию с субботником, там Анатолий Ефимович. Вот вам прогноз мой на лето 2020 года. Встретите меня после лета 2020 года, скажите мне, сбылся мой прогноз или не сбылся. Лето 2019 года будет спокойно, летом 2020 года во дворах будет активность. Будут красить лавки, в песочнице насыпать песок. Почему? В сентябре 2020 года выборы в городское собрание. Правила взаимного обмена. Никто просто так свой голос не отдаст. Не отдаст. Держите свой голос при себе до последнего. Но если вы видите, что в вашем дворе насыпали в песочницу песок, и там табличка такая, это я насыпал. Ну, как бы кандидат такой-то. Вы идете на избирательный участок и говорите, берете и хоп. Все. Правила взаимного обмена в действии. Очень интересно наблюдать за вами. Примерно 60% людей, ну 70 так, как бы, понимают примерно шутки. 75-80. Есть немного людей, которые так сидят и, типа, что за херь такая? В научном лектории находимся, нет? Да, слушайте, вас должно иногда немножко провоцировать чуть-чуть на то, что вам кажется, что за дурь, все не так, все совсем не так. Конечно, не так, друзья. Конечно, не так. Вот я спрашиваю многих людей, чьи фотки в Инстаграме вы лайкаете. Что мне отвечают? Ой, друзей, знакомых, те фотки, которые мне понравились и так далее. Я говорю, по-честному. По-честному. Я говорю, да по-честному. По-честному мы лайкаем фотки людей, которые лайкают наши фотки. Корреляция процентов 70-80. Это много. Хотите, понаблюдайте. Хотите, не наблюдайте. Кто-то залетает на страничку, оставляет вам 10 лайков, там еще чего-то. Вы заходите обратно, смотрите, думаете, кто это, с чего бы, это зачем. Ну так раз, два, тоже лайки поставили. Зачем вы это сделали? Ну, как бы, ничего себе, человек, походу, мне рад сильно. Ну, там, да. И тут я и не поставлю, я тоже поставлю. И самое интересное, гораздо проще убедить себя в том, что вам действительно понравился человек, чем сказать, ну да, он спровоцировал меня, я ответил. Ничего такого в этом нет. Мне удивительно, как люди отказываются. Отказываются, нет, нет, это не я, нет, я не могу. Нет, нет и нет. Мы не такие. Мы не такие. Нас нельзя так вот взять, купить, соблазнить, сподвигнуть и прочь. Нет, человек гораздо более глубокое существо. Вот вам как минимум три стратегии, а там будет четыре. Пока я готовился сегодня, я четвертую дописал. Как же действовать так, чтобы правило взаимного обмена нас не взяло? Как же сопротивляться правилу взаимного обмена? Первое. Не брать в долг. Вы познакомились с девушкой, пошли с ней в кафе, попили кофе и говорите, я заплачу. Она говорит, нет, я заплачу сама. Мы такие расстроились, как бы, ну что, а? Да, окей, плати. А она просто знает первую стратегию борьбы с правилом обмена. Она не включается в правила обмена, но я не хочу быть, как бы, тебе хоть что-либо должна. Черт тебя знает, кто ты за человек такой, поэтому я заплачу сама. Дальше посмотрим. Ну, помните, это возможный путь к одиночеству. Ну, я не написал, я написал, возможный, возможный, может быть и нет. Второе. Ай, берите. Берите и радостно отдавайте. И говорите всем, я это делаю не потому, что он меня спровоцировал. Мне вообще просто нравится это делать. Я люблю ставить лайки. Что такого сложного? Мне не жалко хороших слов. Ну, не жалко. Просто помните, убедить себя можно во многих вещах. Третья стратегия. Брать и не отдавать. Ха-ха-ха-ха, ишь ты, какие хитрые, но я-то еще хитрее буду. Давайте свой значок, давайте. И все, и ничего не отдаете, просто берете демонстративную и уходите. А как так? Почему? Покачено. Не надо меня провоцировать, я искушенный боец. Да, все. Просто помните, человек – существо социальное, а общество не любит тех, кто не отдает. Ну, есть такой момент. Ну, помните бабушек на лавке. Это вот они. Они будут про вас говорить, если вы будете не отдавать. В общем, сам себя перехитрил, да? Четвертое. Отдавать всегда. Даже не отдавать, а отдавать всегда. Просто идете и даете. Ну, это как называется, кинь. В общем, делай добро и бросай его в воду. Не обращайте внимания на то, возвращают вам или нет. Просто все время отдавайте, 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 отдавайте. Вы как бы по жизни так идете. Все время отдаете. Ну, просто помните, ресурсы не безграничны. Без возвратной подпитки вы в какой-то момент, скорее всего, иссякнете. Отдать себя, на самом деле, так легко, труднее найти того, кому все это нужно. Завершаю, друзья. Правила социального обмена – это наша реальность. Это очень хорошая вещь. Это примерно как закон притяжения. Зная о том, что есть закон притяжения, мы, во-первых, потому что он есть, мы не летаем в воздухе. Во-вторых, мы не прыгаем с крыш зданий и не разбиваемся. Зная о том, что есть правила взаимного обмена, мы можем использовать правила взаимного обмена для каких-то своих целей. И человек может всегда бороться с правилом взаимного обмена, переначивать его на свой лад, пожалуйста, сколько угодно. Человек обязательно победит. Как тот человек, который победит силу притяжения, тот человек победит и правила взаимного обмена. Единственное наличие силы притяжения, как собственное наличие правила обмена, это не отменяет. Спасибо за лайки. Пользуйтесь психологическими знаниями. Спасибо.